Владимир Высоцкий про шпиона Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек Вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков Жил в гостинице советской, не советский человек Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью В чем-то щелках, в чем был спрятан инфракрасный объектив А потом в нормальном свете, представало в черном свете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной Наш родной, центральный рынок стал похож на грязный склад Искаженный микропленкой, гум стал маленькой избенкой Даже вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ Но работать без подручных, может грустно, может скучно Враг подумал, враг был дока, написал фиктивный чек И в детодебрях ресторана гражданина Епифана Сбил с пути из Панталыку не советский человек Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядных В мирах женщинах и в пиве он не знал и не хотел В общем так, подручный Джона был находкой для шпиона Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел Вот и первое задание в 3, в 15, возле бани Может раньше, может позже Остановится такси, надо сесть, связать шофера Разыграть простого вора А потом про этот случай раструбят по BBC И еще, оденьтесь свеже И на выставке в Манеже К вам приблизится мужчина с чемоданом Скажет он, не хотите ли черешни? Вы ответите, конечно Он вам даст батон взрывчаткой Принесете мне батон А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану Будут деньги, дом в Чикаго Много женщин и машин Враг не ведал, дурачина Тот, кому все поручил он Был чекист, майор, разведки и прекрасный семьянин Да, на эти штуки, мастер Этот джамый Джон Ланкастер Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек Обезврежен он и даже и пострижен, и посажен А в гостинице советской поселился мирный грек Чао!